Ну и перед тем, как подводить итоги в соревновании парного катания, обязательно стоит снова сказать, что первенство России среди юниоров можно автоматически называть чемпионатом мира среди юниоров, потому что ситуация на самом деле просто чудовищная. Наши пары настолько высокого уровня, а поехать на чемпионат мира среди юниоров могут только три. При том, что если бы поехали пять пар, также все эти пять пар заняли бы все пять первых мест на юниорском чемпионате мира. То есть насколько же это несправедливо, когда в других странах полторы пары, большинство из которых вообще не умеет кататься, но они регулярно участвуют на международных соревнованиях. Опять же, имеем в виду тот же юниорский чемпионат мира. И взять какую-нибудь нашу пару, которая с года в год никак не может туда отобраться. Но при этом эта пара по всем статьям просто наглого сильнее всех тех пар, которые выступают от других стран. И спрашивается, где здесь, черт возьми, справедливость. Лучшие должны соревноваться с лучшими. Не должно быть никаких ограничений, особенно искусственных сдерживаний, чтобы могли выступать какие-то слабые пары, на которые смотреть страшно. Эта ситуация у нас наблюдается и в женской одиночной дисциплине, и очень явно в дисциплине парного катания. Поэтому нужно повышать престиж, нужно создавать свой неофициальный чемпионат мира, свою лигу. То есть по факту, как я и сказал, первенство России среди юниоров в парной дисциплине равно чемпионат мира. Но, к сожалению, в убогой реальности на официальном чемпионате мира среди юниоров будет только три наши пары, а остальные наши пары, также будучи сильнее всех других юниорских пар мира, будут вынуждены сидеть дома. То есть это, конечно, абсолютная несправедливость и совершенно омерзительный позор.